Постарели Все называют И все чаще тревожит отец Хоть и делает вид, что здоров Для меня не дороже сердец Чем сердца этих двух стариков Вам все больше к лицу седина И морщинки лучами косыми И я ваши возьму имена Чтоб назвать ими дочку и сына И глаза ваши станут светлей И огня никому не задуть Ведь внучат любят больше детей Только я не ревную ничуть Дорогие мои старики Дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики Мы еще, мы еще повоюем Дорогие мои старики Дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики Мы еще, мы еще повоюем Молодые мои старики Дорогие мои старики Дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики Мы еще, мы еще повоюем Дорогие мои старики Дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики Мы еще, мы еще повоюем Постарели мои старики Незаметно, как это бывает И у жещей-то легкой руки Маму бабушкой все называют Сегодня, канун Дня Победы Мы решили взять интервью у наших ветеранов Сегодня у нас в гостях Женя Шмушкевич Скажите, пожалуйста, а как вы попали на фронт? Это очень долгая история Потому что мы Я уже домой не вернулась Нам сказали вернуть Всем собраться срочно В Теска в клубе Мы все собрались в клубе И с клуба мы пришли пешком И нам сказали, что мы пройдем до Янова И там нас будет обучать Отдать первую помощь Так мы шли А немцы жили за нами И нам пришлось В 800 километров Дойти до Великой Луки Но по дороге Мы имели очень много потери Самолеты пускались Очень низко И стреляли в нас Машин у нас не было Мы шли все время пешком Грязные Оборванные Шивые Голодные Но бежали Бежали И когда мы добежали До Себеш До границы До латвийской Русской границы Нас пропустили Мы тогда уже били От всех Очень много народа Которые Вишниц Каунасы И которые К нам присоединились Во время Хадды Во время Перепрохода Во время Как мы шагали Я нервы не нашла Ничего не делала Так У нас получила Большая группа А когда мы Прибились в Себеш Одна же группа Остались 22-28 человек Скажите пожалуйста Как вы встретили День Победы И где? День Победы Я встретила В Венюсе После госпиталя Я была тяжело Контуженная Лежала долго В госпитале Не в Вильнюсе Но потом По моей просьбе Когда освободили Вильнюс Они меня перевели В Вильнюсе И Меня назначили После госпиталя Я уже на фронте Не вернулась И меня назначили Медфельдшером Военного Пересильного Пункта Города Вильнюс Поздравляем вас С Днем Победы Будьте нам Живы и здоровы Всего вам доброго Наш гость Ядман Владимир Бывший Лейтенант Скажите Володя Как вы начинали Войну? Вы же были Молоды Войну я Начинал Очень Тяжело Потому что Мой год Двадцать первый Год 1921 Я уже был В армии С сорокого Года Учился В академии Высшее Артиллерийское Училище В Ленинграде Мы отучили Всего один год И началась война Мне присвоили Звание Младшего Лейтенанта Скажите Володя А как вы встретили День Победы И где это было? День Победы Я встретил В Праге Я За всю войну Пять раз ранен Все время был На передовой И Закончилась война Мы взяли Дрезден Без боя Без боя взяли Немецкий город Его Разбомбил Американцы Разбомбили В Кухне Я отвечал И мы И мы С Дрездена Уже В Чехии По рации Кричали Помощь Помощь Ему Значит Володя Скажите У вас Столько Много Орденов И Медалей И Честно Признаться Я склоняю Голубь Перед вами Потому что Это не просто Было За каждой Медалью За каждым Знаком Отличия За каждым Значком Вашим Стоит Огромный Труд Огромная Жизнь И Потери И Кровь Вы Все Это Конечно Ж С гордостью Василий Так Я понимаю Ну Конечно Не просто Так Потому что Нас Как-то Еще И Обжимать Хотели Понимаете Лучше Дадут Другому Обруску Он Меньше Сделал Я Был Командиром Взвода Разведки Так Моим Солдатам Дают А Мне Не Дают Я Даже Спросил Полкова Слушайте Почему Нет Они Дали Я Организовал Ходил